Еще хочу такую вещь сказать, тоже взрослые, вы когда детям покупаете подобные вещи, или одно дело, когда вы покупаете себе, да, то есть прикупили, положили пластики разные, там PLA, ABS купили для того, чтобы что-то где-то отремонтировать, корпус там, или еще что-то, это можно сварить при помощи 3D-ручки, даже в машине, мотоцикле и так далее, то есть если пластик подходящий, вы его подбираете, 3D-ручка, очень удобно его сваривать между собой. Когда вы покупаете, приобретаете подобное детям, детей нужно увлечь этим, на самом деле, я вам так скажу, пока ребенок у меня был маленький, он не сильно-то и интересовался этим, у него получалась кракозябра, повторять ему не очень хочется, а свое что-то он не мог изобразить, вот когда ребенок стал повзрослее, тогда ему уже интерес это как бы больше проявляет, потому что на самом деле применение 3D-ручки может быть очень много, для того, чтобы не заморачиваться там с 3D-принтером, потому что я еще не был тогда еще, так скажем, онлайн 3D-редакторов, как сейчас, например, это все есть доступно, соответственно, мне проще было не искать какую-то там программу, потом это все в STL переводить, потом код переводить, вот мне вообще не хотелось этим заморачиваться, начался, просто брал 3D-ручку и рисовал корпус, просто брал и рисовал, рисовал я на определенных местах, например, текстолит, видите, поверхность вот такая вот, рисуем здесь часть корпуса, да, соответственно, потом снимаем, она получается гладенькая, красивая, и потом ее начинаем 3D-ручкой спаивать, и таким чудесным образом у нас получается, например, какая-нибудь коробочка, какой-нибудь там деталюшка, которой не хватает, или зуб для шестеренки, то есть все это я делал 3D-ручкой, мне это было проще, а сейчас без разницы, но иногда для того, чтобы что-то там сделать глобально для себя, да, то есть я использую все равно 3D-ручку, то есть для взрослого это тоже хорошая вещь, но большинство людей просто этому не обучалось, не знает, куда это применять, но поверьте мне, когда у вас что-то там, вы всегда можете, если знаете для чего и как оно, и какие материалы можно ей склеивать, вы всегда найдете ей применение, если же нет, то она вам не нужна, можете даже и ребенку не покупать, а так очень удобно, вы купили как бы для себя и в то же время ребенку, ребенок играется, в то же время у вас есть, например, определенные пластики, белый, черный, там АБС, ПЛА, и таким чудесным образом в случае каких-то проблем мы взяли у ребенка, просто пошли и взяли свой пластик и восстановили какую-то деталь, это весьма удобно, лично мое сугубо личное мнение, не в том плане, что в качестве рекламы, на самом деле, это самая простая вещь, которая удобная, интересная и все в одном, раньше у нас такие вещи были, знаете, как как-то невыжигательный аппарат, ну короче, когда на доске выжигали специальным таким паяльником, на досках всякие рисуночки выжигали, вот это то же самое, более современное, когда вы можете что-то сделать, что-то починить, что-то творческие придумать, вообще весьма классное домашнее приобретение, но это чисто на мой сугубо личный счет, и кстати, тоже подсказка, картон, бумага, А4, потом подождали, пока пластик высох, и вы можете вот это все дело, ну как бы снять, этот пластик, кстати, хрупкий, ломается, но как бы, видите, следов почти не остается, если гладкий особенно, и сильно не вдавливать, и при определенной сноровке можно рисовать на чем угодно, ну только не на столе, потому что температура материала, ну не 200 с чем-то градусов, да, который вышел уже из сопла, поменьше, но тем не менее можно что-то там повредить, но что-то отремонтировать, это класс, в общем, на этом я говорю, пока, до новых встреч, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok